Добрый вечер! Приветствуем вас на первой передаче нового сезона. Наконец-то открылась наша кухня. С вами буду я, Михаил Першин. И я Антон Погодин. Здравствуйте. Антон, ну сразу же поздравим 3 звездочки с завоеванием Суперкубка. Это самое яркое событие, которое произошло за то время, пока не выходила передача. В драматичном матче по пенальти 3 звездочки обыгрывает чемпионат и становится обладателем первого в этом сезоне трофея. Давайте сразу же перейдем к турнирной таблице высшего дивизиона. Да, мы видим, что только стартовал чемпионат. Даже не все команды еще провели одинаковое количество игр. Лидируют у нас пока любители, которые идут без потерь. 3 звездочки, Метеор, Бутова также идут без потерь. Отметим мы и хороший старт Реальчиков, Керосинки и Зюзина. Есть команды, которые пока что находятся в состоянии поиска своей игры. Это Заряд, это Меркурий, который очень хорошо сыграл первые два тура, но в последнем отчетном туре произошел чуть-чуть конфуз у них в матче с Реальчиками. Столица Артель, по моему мнению, один из фаворитов сезона, стартовала, мягко говоря, неудачно. Аминьева одержала сенсационную победу над Никой в прошедшем туре. Об этом матче мы еще чуть позже пообщаемся с одним из гостей нашей студии. Техносила, тоже обсудим ее вопросы, ее проблемы, ее перспективы с руководителем команды Алексеем Савуловым. Чуть попозже присоединиться к нам в этой студии. А вот удар шальный, особенно пищевик, очков пока не набрали. Ноль у них в таблице очков. Пищевик сыграл три игры, удар шальный по две. Но пищевик нам Олег Есинов все рассказал в прошлой передаче, которая была последняя в прошлом сезоне. Там идет серьезная перестройка. А шальные удары, шальные вообще новая команда. А удар редкий турнирный боец. То есть чемпионат будет интересный. Я вообще явных аутсайдеров на вылет, как в том году МКА, не вижу. Ну нет их, да. Потому что все те, кто принимает участие в этом году в высшем дивизионе, в основном у всех сформированы составы. У кого-то уже годами сложившиеся составы. Да, явных аутсайдеров. Какой-то там мега стратегию никто, как пищевик в том сезоне, никто сейчас перед сезоном не менял. Поэтому, может, обратная стратегия какая-то в пользу усиления будет, но никак не в пользу послабления. Соглашусь с тобой. Ну что ж, давай будем потихонечку переходить к матчам тура. Сразу же извнимся перед нашими зрителями за то, что планируемая трансляция матча Бутова заряда не случилась по техническим причинам. То есть приехали и телевизионщики, был весь обслуживающий персонал, все было готово к трансляции. Но, к сожалению, провайдер, обеспечивающий интернет на стадионе Вернатка Парк, произошел сбой какой-то на сервере провайдера. И мы остались без интернета. И, соответственно, эту игру можем предоставить вам только в записи. Ну, это наши проблемы. Мы будем над ними работать. Также отмечаем мы то, что в этом сезоне у нас сменилась компания телевизионная, которая показывает матчи. Теперь мы видим в прямом эфире один матч. И много-много матчей будут в записи выкладываться с хайлайтами. То есть в районе 10 матчей за уикенд вы можете в течение следующей недели после тура увидеть. Плюс отметим отдельно Артема Цириной. Скажем им большое спасибо. Заключил он контракт с LFL TV. И все матчи звездочек, трех звездочек, команда участвующей в Лиге чемпионов, команды чемпион. Будут все матчи, которые не будут названы центральными, будут показаны в прямом эфире на канале LFL. Скажем за это еще раз спасибо Артему Цирину. Антон, ну что ж, давай по туру. Сейчас вы видите на экране результаты прошедшего тура. Я думаю, мы начнем обсуждать в фронологическом порядке. И начнем с для меня сенсационного результата, с несостоявшейся трансляции. Бутова заряд. 4-1 Бутова побеждает. Конечно же, ждал я чуть-чуть другой игры от заряда. Но главная проблема заряда, по моему мнению, это, конечно, не явка игроков. Да, состав какой-то смешаный. У них было большинство, по-моему, вообще представителей дублирующего состава, которые играют вообще, принимают участие в LFL, удовольствие поиграть. Непонятно, с чем связано. Может, исходя из того, какой Бутова в том году позицию заняла по итогу сезона. Но мне Бутова больше понравилась. Вот эта молодая порция, которая появилась в команде. Воспитанники Дениса Липатова, да, как говорят. Ну, там не только его, есть его. И в том числе мы с самого Дениса. А давай сразу послушаем сейчас и Дениса, и Павла Голанова, что они говорили после матча Бутова заряда. Денис, поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, какие эмоции от матча? Эмоции двоякие, конечно, выиграли хорошо. Содержание игры пока оставляет желать лучшего. Наверное, у нас было преимущество в количестве игроков и в свежести за счет замены. У соперников одну замену они использовали и подзулись в конце игры. И второй тайм мы переиграли. Хотя в начале второго тайма мы поджались, мы и нас так простили пару раз, там и Леха выручил. Очень было так опасненько. Скажи, пожалуйста, как проходит омоложение команды? Омоложение проходит массовое, е-мое. Сразу многих молодых заявили, ребят, моих воспитанников, несколько человек, бывших старичков, так сказать, 2001 года. Ну и более постарше, ребят, но все равно моложе, чем мы. Хотели добавить скорости, немножко движения в команде, потому что слишком много ветеранов, мы уже не успеваем. Работать дети семьи и не до тренировок. Ну, хотим за счет молодых увеличить темп игры нашей. Скажи, пожалуйста, какие задачи на сезон ставят? Задачи? Ну, как всегда, не вылететь. Спасибо большое. Желаем удачи в победе. Паш, здравствуй. Скажи, пожалуйста, почему проблемы с явкой игроков на игру? Ну, у нас большинство футболистов еще не закончили профессиональную карьеру. Из-за этого такой сбор, потому что, ну, у кого-то сборы, у кого-то игры, у кого-то там межсезонка, кто-то уехал играть в ближайшее зарубежье. Из-за этого у нас сейчас такие проблемы с приездом на игры. Скажи комментарий свой по матчу. Ну, мы собрались с всеми, кто остался, много не забили. Плохая реализация моментов привела к такому плачевному результату в матче. Скажи, пожалуйста, знаешь, когда ждать на поле Вернадки Паркинбаева? Ну, на тренировке он посещает, а на игры почему-то не приезжает. Ну, я думаю, что в ближайшем будущем 2-3 игры он появится в нашем составе. Спасибо. Желаю вам дальнейшую удачу. Спасибо. Ну, вот видишь, возвращаясь к Бутову, Денис говорит, что задача не вылететь. Ну, это, как всегда, Бутову из года в год говорит одно и то же. Да, задача не вылететь. И мы уже знаем, что и до Москвы они были близки, чуть не отобрались. Поэтому это как бы не надо всерьез воспринимать их слова. Ну, мне вот нравится, нравится молодая порсель Бутова. Такой, знаешь, сплав опыта и молодости получается сейчас в команде. Я думаю, и селекционерам, тренерам молодежной сборной есть над чем подумать над игроками. Очень сильное впечатление левый защитник произвел, нападающий. Очень хороший, достойный замену, ушедшим из команды Иванову. И, конечно же, вообще как-то все органично стало смотреться. Разгоняются атаки. И Бутова, конечно же, это в отсутствие еще дискурстированного Александра Кротова, возвращается на лидирующие позиции по первым турам Юго-Запада, где, собственно, они всегда и были. Потом была некая пробуксовка. Сейчас пошла ротация. Ну, вот по тому сезону как раз и бросалось в глаза то, что Бутова отсутствовала скорость, так называемая. То есть они хорошо держали мяч, хорошо разыгрывали. И даже где-то в контратаке умудрялись каким-то образом чудесно бегать. Но все-таки им не хватало. Сейчас добавили вот эту молодежь, ты выразился, разгонять. И, соответственно, при том опыте, который у них уже есть, при тех игровых связях, которые налажены, при том футболе, который у них уже годами сложился, Бутова в этом году может, мне кажется, сенсацию это преподнести многим. Такая темная лошадка. Да. Ну и, конечно, отметим Алексея Преликова. В отчетном матче он прекрасно играл. Знаем мы, что Бутова вело переговор с другим голкипером. Уже был он практически в стадии заявки. Голкипер, закончивший академию школы локомотива московского. Но вот, можно сказать, за день до своего появления в команде он рвет кресты и... Ну, Алексей это вдохновило, видишь? Ну, Алексей всегда у нас вдохновлен, мне кажется. Он всегда себе придумывает какие-то стимулы, да, и стремится к высшим достижениям. Да, но если с Бутова более-менее ясно, то про заряд давай скажем, что еле-еле набрали на основной состав. Два запасных. Причем два запасных это Петр Лебедев, который в состоянии там травмы, и при этом Петр Лебедев никак не может считаться игроком основного состава. Плюс вратарь Михаил Калинчев, который прекрасно играл в матче первого тура с техносилой. прекрасно себя проявил, и вот он появляется на скамейке запасных, но уже не в вратарской форме, а в полевой, и выходит на замену во втором тайме. Конечно же, у нас есть пример Григория Алборова из керосинки, но как-то не знаю, мне кажется, что лучше Калинчеву находиться все-таки в воротах, хотя там есть прекрасный галкипер Макаров. Но кого смогли, того набрали. Да, ну странно, понимаешь, в чем дело. Игра была в 10 утра, а вечером в субботу играл дубль заряды. Например, такие футболисты, как Андрей Волобуев, те же братья Романовы, играли за дубль. И что мешало позвать этих людей на основную команду? Ну, может, какие-то дела, может быть, еще что-то. Не знаю, там в заряде разберутся, там руководители опытные, что и Сергей, что и Александр Романов, что, естественно, Петр Лебедев и Вячеслав Милосердов. Я думаю, разберутся, все наладится, потому что команда с амбициями, команда, хорошо себя зарекомендовавшая, на Юго-Западе. Ну, не только на Юго-Западе, в том году у нее есть полуфинала. Полуфинала. Кубка Москвы дошли. Лиги Москвы. Лиги Москвы, поэтому это, я думаю, временно, и не стоит зацикливаться сильно на таком случайном моменте. Ну, как говорят, будем посмотреть. Да, будем посмотреть, абсолютно верно. Следующая игра по времени была игра между командами Техносила и Зюзина 41, со счетом 5-2 победили. Футболисты из Юзина. Эту игру мы поподробнее обсудим чуть позже с Алексеем Саулой, руководителем Техносилы. Далее грянула, можно сказать, сенсация. Меркурий прекрасно стартовавший, очаровавший всех Сангаджиев, прекрасно играющий Курьятов. Просто по-новому заставили взглянуть на Меркурий. Реальчики, которые в прошлом туре были повержены любителями со счетом 2-10, выходят на поле. И Меркурий, по-моему, явный фаворит. И заканчивается все со счетом 6-1 в пользу Реальчиков. Ну, Сангаджиева не было на этой игре. И Денис Лесаренко, одного ему тяжело было в этом матче. И ты знаешь, честно, по этому матчу меня удивил Андрей Бондарев. Удивил чем? Он потихоньку начал избавляться от своей излюбленной манеры игры, когда он обнимает всех как любимую девушку. Кстати, по-моему, Андрей даже в этой матче желтую карточку даже не заработал. Но это редкий случай. Вот, да. Опять же, парень взрослеет. И он играл за молодежную сборную в том году. Может быть, неудачно по результату, но опыт какой-то он получил. В основную сборную вызывался, когда Испанию обыграли. Пусть он не вышел, но он был в команде. Опять же, это опыт. Он увидел, как люди играют в футбол на взрослом уровне, на таком уровне. И, как видим, он сейчас проецировал это на свою команду. И когда, опять же, у реальчиков набирается состав, и плюс Андрей взрослеет, то, я думаю, это еще не первая сенсация, которая вот такая может быть. И при грамотном подходе, при взрослом подходе, давай честно называть уже вещи своими знаниями, при взрослом подходе реальчики, ну, вот, по моему мнению, могут попасть в пятерку. По-моему, мы еще послушаем, вот, чуть попозже интервью главного тренера, нового главного тренера реальчиков Ильи Познякова. Послушайте это интервью, оно шикарное, шикарное, по своей красоте. Послушайте, узнайте все об амбициях реальчиков, о том, как селекционный отдел команды работает. Но это чуть попозже мы его дадим. Реальчики вообще, вот, кроме сбоя с командой и любителей, реальчики, помним, играют так редкую для ЛФЛ ничью 0-0 с Керосинкой и побеждают 6-1 Меркурий. В принципе, для них именно такое вот количество пропущенных мячей редкость 0-1, вот, десятка только сбой произошел, но там тоже нам Илья все расскажет, все объяснит. Ну, а Меркурий, Меркурий, ну, наверное, не собрались где-то, где-то еще что-то. Где-то чего-то не хватило. Да, давайте послушаем анонсированный нами интервью Ильи Познякова и сразу же после него Алексей Сухов, галкипер Меркурия. Илья, привет, скажи, пожалуйста, какие сделали выводы после прошедшей игры? После любителей, да выводы простые, просто сами себе привезли, в принципе. В любителе тяжело играть, очень много мини-футболистов сложно, но выводов никаких не сделали, просто не подъехал, нужен состав утром, просто был не наш день и все. Скажи, будет ли это еще усиление? Усиление? Ну, конечно, сейчас Сулияникова подпишем, Медведева, думаю, ну, я не знаю, кого усилять еще. Лев Хонина, может, ворота подпишем, пятым вратарем, думаем, думаем. Ну, под сборную, под сборную команду строим. Скажи, пожалуйста, какие задачи на сезон ставят? Задачный сезон первое место, какое еще? Все, в каждой игре выигрывать и вжать. Других нет планов у нас, достаточно. Желаю вам стремиться к этой цели. Да, в Лиге чемпионов идем. Алексей, здравствуй. После двух туров вы удачно стартовали с четырьмя очками, сегодня проиграли. Скажи, почему? Ну, здесь все просто любительский футбол. Зависит в основном от состава, который собирается. Сегодня не получилось оптимально и собрать состав по разным причинам. Ничего страшного, еще куча матчей впереди, будем играть. Как обычно, как я всегда и говорил, в прошлом сезоне, в этом ничего не меняется. Играем в свое удовольствие, получаем удовольствие от футбола. Просто от сегодняшнего мало, конечно, получили, но ничего страшного. На этом жизнь не заканчивается. Получается, задача на сезон настоять просто играть в свое удовольствие и не вылететь. Так понимаю? Ну, я думаю, что с составом таким, который у нас сейчас есть, вообще речь о вылететь, идти не может. Как таковых, каких-то конкретных целей не ставили. Обычный штамп, наверное, от всех наших тренеров, что от матча к матча играем, пытаемся выиграть в каждом. Но, говорю же, очень много влияния оказывает состав, который приходит на игру. Поэтому здесь сложность предсказов. Мы же любители. Желаю вам удачи в дальнейших играх. Спасибо. Вот такое интервью Ильи Познякова. Нравится нам, когда люди с юмором подходят к жизни команды, ЛФЛ. Побольше нам таких интервью. И Илья, все было классно. Илья хочет стать хедлайнером, наверное, в этом сезоне по интервью. Может, чемпионами стать? Может. Почему нет? Всякое в жизни бывает. Лестер тоже выиграл премьер-либов. Далее по хронологии опять идем. 13.30. Пищевик играет с Метеором. Пищевик неудачно начал чемпионат. Два поражения на старте. Метеор же провел, наверное, самую неожиданную тренерскую отставку сезона, межсезонья. Во-первых, смена команды произошла вместо ММФ. Команда теперь называется Метеор. Хотели мы пригласить одного из тренеров, главного тренера нового команды Метеор, но не смог он прийти к нам. Надеюсь, увидим мы еще его в нашей студии. Хотелось бы сказать о том, что Метеор представлял загадку. Да, как я уже сказал, Алексей Хадыкин покинул пост главного тренера команды. Для меня это сенсационно. И возглавил команду Зюрап Антия. Это игрок прекрасно известный в западной лиге во выступлениях за ЦДН. И за сборную России играл Зюрап. И за Барса на турнирах, чуть ли не на КФЛ на каком-то играл. То есть, это известный в УФЛ человек. И видите результаты. Две победы. Один тур они не играли. Две победы. Две нулевых победы. 3-0-4-0. Победа на Доминиевой пищевиком. Андрей Стекачев подтверждает титул лучшего галкипера прошлого сезона высшего дивизиона. Два матча на ноль. Давайте дадим слово Алексею Камышеву, игроку пищевика. Алексей, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, чем связаны ваши три первых поражения в сезоне? Да, проиграли мы три раза. Первые три игры. Я думаю, что дело в том, что у нас состав достаточно сильно обновлен. И наказывает нас каждый раз команда за наши ошибки. При этом мы не забиваем. Все прекрасно знают, что самая лучшая защита это нападение. Как начнем забивать, так я думаю, что перестанем пропускать. Скажи, пожалуйста, какие стоят задачи на этот сезон? Задачи. Ну, сейчас после трех поражений, наверное, задачи формулируются как-то иначе. Хотя, в принципе, изначально мы думали, что тройка нам по силу. Понял. Желаю вам удачи и скоро начать уже забивать. Спасибо. Ну, вот видите, Алексей говорит, что немножко не получился старт сезона. Рассчитывали вообще пищевик на место в тройке. Теперь придется постараться получше, чтобы исправить нынешнюю турнирную ситуацию. Знаешь, с большой симпатией отношусь к пищевику, но тяжело будет. Ну, знаешь, ожидания от сезона у них были, наверное, не знаю, исходя из тех, может, футболистов там амбициозных, которых подписали, кого оставили. Но по игре ожидания не совсем совпали с реальностью. То есть, может, тот футбол, который они собираются в этом сезоне играть, он уже не оправдан, судя по результатам. То ли ребята еще до конца не сыгрались. Ну, много молодых, много молодых ребят. И нужно время на адаптацию. Может, кто-то вообще еще в УФЛ не играл в таком формате. Понимаешь, может, кто-то из большого футбола пришел все-таки в формат. И тут еще раз об этом повторю. Я об этом уже говорил неоднократно. То, что 8 на 8, он тем сложен, что как футболисты из большого футбола, назовем так, да, им тяжело адаптироваться. Некоторые даже не могут адаптироваться и уходят, закрывают для себя. Тем так же и мини-футболистам. То есть, это настолько смежный футбол, что, во-первых, временная адаптация, а потом осознание того, подходит тебе это, можешь ли ты себя здесь реализовать, можешь ли ты показать свое мастерство, которое у тебя есть в этом формате или нет. Пищевик делает большое дело, пытается своим примером показать о том, что без дополнительных финансовых вложений можно добиваться результата. Мы за такую идею обоими руками, посмотрим, во что это выльется. Я надеюсь, что Пищевик будет набирать очки. Но Метеор в том году, еще и ММФ когда назывался, мы помним, с тобой спаслись только за два тура до окончания чемпионата. Там все равно была поставлена уже игра. Вот, кстати, тоже вопрос. Знаешь, такой вспоминается чемпионство «Спартака» и споры «Каррера» выиграл на багаже «Оленч». Сейчас интересно, Метеор играет на багаже «Хадыкина» или это уже анти-работа? Ну, смотри, давай вспомним Алексея Хадыкина. Ну, грубо говоря, можно вспомнить весь второй круг. Даже не весь второй круг, а вот эту весеннюю часть чемпионата. На тот момент они забивали всегда первый, ну, Метеор, я имею в виду, который сейчас называется Метеор. Но постоянно они пропускали и то в ничью, то в поражение. Сейчас мы видим на старте, они продолжают так же забивать, но при этом они перестали пропускать. Ну, конечно же, мы отметим усиление. Тимур Антия, родной брат Зураба из ПДН, переходит в Метеор. Еще уже так же из Михаил Павлов, переходит из ЦДН. То есть, команда усилилась, команда усилилась, команда была поставлена игра. Посмотрим, что будет. Но добавил просто тех людей, да, добавил состав тех людей, которых он уверен, которых он знает. То есть, допустим, даже по Тимуру, если говорить, да, вроде родной брат там, вроде как гарантированное место в основе. Нет, он выходит на замену. Он выходит, какие-то ключевые свои эпизоды отрабатывает и меняется. В этом Тимур много забивает и отдает. Да, хотя он не имеет там 60 минут времени на поле, как многие нападающие, которые у нас основными считаются. Не знаю, все, по-моему, грамотно получается у этого тренера. Значит, он нашел какой-то баланс, который не мог найти Алексей Хадыкин. Не знаю. Ну, покажет время, да. Ну, кажется, покажет 2-3 тура ближайших и можно будет о чем-то говорить. И по Пищевику более уже конкретно и по Пищевику. Пищевик все-таки это, ну, давай будем честно, нельзя оценивать сейчас работу Зураба на фоне Пищевика. Нет, конечно, нет. Нет, нет. Пищевика еще проблема в том, что... У него свое становление, там свое история. То есть, большое количество бывших футболистов из системы чемпионата, там, и не всегда они могут. Там, Павел Григоренко, Александр Абрамов, Василий Титов сейчас появился. То есть, Василий Титов очень рад, я, кстати, что вернулся в нашу лигу, играет. И, в принципе, Пищевика, и уголки кипер отличные, и центральный защитник, и самохваловый красный. Ну, что-то не хватает, но думаю. Ну, оптимизируются, разберутся. Разберутся. Дальше у нас по хронологии сенсации еще одного тура Аминьева, не КВРК. Чуть попозже мы обсудим этот матч более подробно с одним из лучших игроков этого матча. Братарем Аминьевым, Александром Актионовым более подробно пообщаемся. Ну, и на закусочку центральный матч тура, который мы хотели показать, но даже не могли физически, потому что, к сожалению, параллельно, почти параллельно с этим матчем на Западе была игра между Титаном и Мега-Титаном. А телевизионный контракт у нас не позволяет в параллели показывать матчи западных и юго-западных лиг. И поэтому при всем уважении к столице Артель, к любителям, конечно же, было выбрано к показу матч Титан-Мега-Титан. Это старейшая ДРГ западной лиги. Но вернемся к матчу столицы Артель любители. 4-3 побеждают любители. Любители по ходу матча вели 4-1. Антон, ты как свидетель непосредственно этого матча, бывший игрок столицы Артель, ну, так уж получилось. Так уж получилось. Видел этот матч и можешь нам рассказать, что же там было такого интересного. Ну, у любителей сразу бросилось в глаза то, что у них всего там 3 человека на замене было. Не было Павла Пирогова, не было Марата Мустафина. Ну, и там еще ряд таких крепких исполнителей, назовем так. У столицы, как всегда, полный сбор. То есть, два состава. Все стандартно, сбор заранее. Ну, дисциплина там поставлена на высоком уровне. Но дисциплина за пределами поля и игровая дисциплина внутри футбольного поля – это немножко разные вещи. И тот футбол, который столица практикует и который приносил свои плоды в первом дивизионе, да, вот это вот физическое давление, постоянный прессинг, вот это все в высшем дивизионе не работает. Потому что большинство команд не будут с тобой играть в открытый футбол, там, перекрестный огонь, там, перестрелку, никто не будет устраивать. Прошла атака минимальным, минимально возможным количеством игроков, там, 3-4, да, и, как бы, за линию мяча все отходят. Ну, и потом давай, прибью тебя, что вот этот фирменный прессинг в столице «Артель», который проходил в первом дивизионе, в высшем дивизионе сейчас не очень работает, потому что мастерство футболистов высшего дивизиона, конечно же, выше. И люди знают, играли против такого прессинга, там, на уровне сборных, еврокубков, внутренних чемпионатов. Ну, конечно же, в иных турнирах, там, конечно, конечно, ну, уровень мастерства игроков просто выше. Просто выше, да. Ну, и в итоге это и сказалось, то есть, ну, с первых минут, будем откровенными честными, любители завладели инициативой, периодически отдавали они мяч, но в столице толком ничего создать не могла. Да, ну, и был эпизод такой, наверное, минут 3-5, когда несколько опаснейших штрафных любители пробили, и в итоге один из этих штрафных, там, пробили штрафной, и с подбора, по-моему, Иван Лукин не без помощи рикошета в дальний угол забивает 1-0. То есть, любители показали, что такое высший дивизион. Все-таки с шальными первый тур, там, с керосинкой с обновленной, это вот не то. Любители, они уже в этом составе играют не первый год, не второй, не третий, они и на Москву играют, соответственно, вот они им показали. Ну, и потом второй, и третий мяч залетел, это все произошло в первом тайме. И, честно говоря, после этого, по-моему, столица как раз расслабилась. Ну, расслабилась в хорошем плане, то есть, все, 3-0 уже, как бы, ну, что теперь уже голову пеплом посылать. И они включились в игру. Неплохо включились, сумели отквитать один мяч. Пытались, пытались, не скажу, что играли, а пытались включить опять высокий прессинг. Ну, притяжение, я больше скажу, Миша, на притяжении всего второго тайма Юрий Бабин требовал от своих подопечных этот высокий прессинг, но он не работал. Любители же во втором тайме при счете 3-1, сам понимаешь, уже зачем вперед бежать. Сейчас спокойненько на контур-атаках сыграем, тем более с такими исполнителями передней линии, как Шендрик, Лукин и Зиновьев. Фантастический треугольник. Да, это просто сумасшествие для любой команды, и не только на уровне юго-западной лиги, мы об этом с тобой в том году говорили. Ну, и, соответственно, они отдали мяч столице, столица начала нагнетать, ряд неплохих прострелов был. Неплохой подход был при счете 3-1, когда Ильдар Маскаев вместе с Максимом Левским убежали в двое против одного защитника, и Максим зачем-то начал уходить от центра в край, вместо того, чтобы отдать на пустой угол, чтобы Ильдарцев мог забить мяч, он решил пробить сам и чем-то не увенчался. Ну, и в одной из контратак Иван Лукин убегает по правой бровке, заходит в штрафную, и защитник чуть не скоординированно выставил, как мы любим говорить, шлагбаум. Ваня прокинул мимо этого шлагбаума мяч и заработал пенальти. Судейская бригада в этом эпизоде очень грамотно сработала, по той простой причине, что нога была выставлена до контакта с игроком, то есть не было никакого ни грубого отбора, ничего, то есть Ваня конкретно воспользовался этой ногой. И если бы у нас работали, как у нас любят обсуждать эту тему, если бы у нас работали судьи, которые не квалифицированы, они бы могли спокойно удалить защитника столицы, потому что это была бы вторая желтая карточка, и сам понимаешь, за 10 минут до конца оставаться в шестером в поле, да еще и с таким счетом, то есть мяч можно было бы заканчивать. Но нет, забивают пенальти 4-1, вроде казалось бы, все хорошо. Какие-то внутренние резервы ребята нашли из столицы, и сначала забили второй мяч. Ну там не без помощи, конечно, скажем так, случайностей, рикошеты, борьба, но все из борьбы. Вот и второй, и третий мяч Левский забил пяткой, там опять же там прострел, даже не передача, просто прострел, и Максим подставил пятку. Кстати, первый гол столицы также забило. Была подача углового, вынос от защитника, и защитник столицы Артель, который был на подборе, он отдал передачу по центру, и тогда Игорь Лазован забил, кстати, при 3-0. 3-1, также пятка, и Максим Левский примерно такой в схожей манере забил. То есть два гола пятка забил, и Артель, то есть в принципе уровень мастерства игроков столицы позволяет им забивать там из каких-то несуразных ситуаций. Кто не занимается, не хуже мастерства. Но вот в этом матче, да, вот им вот не хватило именно своей игры, то есть любители им не дали играть в их игру. И только вот за счет мастерства определенных исполнителей там удалось забить там вот эти три мяча. Я серьезно говорю, потому что по моментам и по контролю игры любители полностью переиграли своего соперника. И опять же, и опять же, ключевой момент, почему столица смогла забить второй и третий мяч, потому что любители откровенно сели из-за отсутствия скамейки, как я уже сказал перед началом разбора этой игры. То есть физики не хватило, Таша Зиновьев, Слукиным уже честно, там язык уже был, по-моему, не один, а уже два круга сделали вокруг шеи, Шендрик просто пропал уже, понимаешь. Потому что он настолько устал бороться постоянно с двумя мощными, на эту игру Юрий Бабин высылал два центральных мощных защитника. Естественно, Евгению было тяжело с ним бороться. То есть два по стартовой схеме, три защитника. Три защитника, три защитника. Отметим ради справедливости, что абсолютно новая линия обороны у столицы «Артель». Ребенко, да, футболист с именем, воспитанник «Зенита», играл во всяких юношеских, молодежных, там, сумасшедших сборных. Ну, сейчас вот в столице «Артель», Тахир Теджан, известнейший футболист в нашей лиге, из чемпионата переходит. И вот дебют был еще Андрей Золотой, вообще новый футболист для нас. Кстати, Андрей Золотой мне понравился. Понравился, хороший квалифицированный защитник, но вот он как раз не удалился, правда. Кстати, по заявке он нападающий. Ну, заявки мы с тобой знаем, можно написать что угодно, по факту там Рональдинио может вылезти с косичками, неважно. Ну и вот, и в принципе хорошее впечатление Золотой произвел на меня. То есть там в первом тайме, когда он получил первую желтую карточку, там тоже без нее никуда, потому что там они, любители 3 в 2, вываливались. И, по-моему, да, Женя Шендрик прокинул уже мимо него. Готов был войти в штрафную, и ему ничего не осталось, потому что иначе там так получалось, что 2 в 0 вообще бы они выбежали. Потому что второй защитник тоже был по линии с ним, а вторая вот, вторую желтую ему не дали. То есть, ну, тактически грамотно человек играет, мне очень понравился, верху хорош, и с передачей у него все нормально. Ну, просто, ну, понятно, там первая игра тяжело. Но, опять же, 4-3, не надо смотреть, была бы полная скамейка у любителей. Могло быть вообще, трагедия могла быть, понимаешь? Потому что с новой обороной, с командой, которая еще набирается опыта игры в высшем дивизионе, играть против слаженного коллектива, который из года в год входит в тройку, ну, это сам понятно. Ну, не из года в год. Ну, то в тройке, то рядом с тройкой, но как бы... Ну, нет, за прошлый сезон был откровенно неудачный, там... Ну, команда с хорошей поставленной игрой, да, команда, которая и в Еврокубках в прошлом сезоне неплохо себя проявила. Давай, коротко подытожим. На самом деле, для обеих команд следующий тур будут супер-матчи, и они будут идти параллельно, поэтому, к сожалению, оба матча мы навряд ли сможем показать. Любители супер-игра с тремя звездочками. Ну, это да. А в столицу Артель ждет матч с Меркурием. Интересно. Интересно. Команды столицы, да, играют силовой футбол. А Меркурий по их нынешнему составу, там имея в составе и быстрых футболистов, плюс там в центре Вайнер появился Пит Киев, Денис Лесаренко. Это люди, которые тоже в силовой футбол с удовольствием сыграют. Да, напугать там не получится. Да, напугать силовой футбол, он там вообще не получится. Там еще неизвестно, кто кого он навяжет силовой футбол. Да, да. Поэтому тоже ожидается очень интересная игра. Главное, чтобы в сборе были, понимаешь, чтобы не было, как с реальчиками у Меркурия, когда ни Вайнера, ни Сангаджива, то есть и основной опорник, который основной разрушитель, да, который весь этот молодняк бы мог бы перекусить как-то. Где-то не за счет скорости, где-то за счет просто элементарного ума и, естественно, быстрого и легкого нападающего, который в первых турах просто наиярчайшим образом себя проявил. Что ж, давай покажем нашим зрителям расписание следующего тура, который будет сыгран 7 и 8 сентября. Отметим мы, конечно же, и Заря Томинева матч, команд высших из первого дивизиона, любители 3 звездочки, Меркурия столицы мы говорили, Шальные техносила, тоже интересный матч новичков высшего дивизиона, Зюзина-Бутова, такой матч уже Строжилов высшей лиги, Метеори Альчики, Метеори изменения в реальчике изменения, в реальчиках изменения, прошу прощения. И будет интересно посмотреть на противоборство Познякова и Анти, кто продолжит свою победную серию, для кого она закончится. Ника ВРК Пищевик, у Ники не все прекрасно на старте, по понятным причинам, и нужно перестраивать игру в нападении. И отметим Денис Петренко, новый главный тренер в Ники. Кстати, если кто-то хочет посмотреть презентацию Дениса, найдите группу Ники ВКонтакте, там отличное интервью, Михаил Марголин берет у Дениса Петренко, потратите 15-20 минут своего времени, там реально классный разговор. Ника Пищевик, нужно побеждать и тем, и тем, будет интереснейший матч, команд с амбициями, посмотрим, насколько эти амбиции будут удовлетворены, но игра ожидается интересной. И матч Керосинка-Удар, вот этот вот такой матч, вообще непредсказуемый, непредсказуемый. Керосинка этот тур пропускала, в предыдущем в прекрасном стиле столице Артель была обыграна, Удар потерпел две неудачи, но хотя там за рядом вполне и на ничью могли претендовать, нужно набирать команде очки. И поздравляем, кстати, Михаила Зотова, полузащитника Удара с рождением сына, обещала нам как-нибудь, когда забьет, и матч будет сниматься, показать люльку, ждем от Михаила Мэтта и сердечно его поздравляем. Друзья, продолжаем нашу программу, и первый гость сегодня в нашей студии, просим любить и жаловать, это Алексей Саула. Достаточно просто любить, не жаловать. Алексей Саула, представитель команды Техносила, новая команда для нашей лиги, команда перешла из западной премьер-лиги, команда, несколько лет выступавшая в континентальной футбольной лиге. Леш, добрый вечер. Добрый вечер. Леш, очень приятно, что пришел к нам на передачу. Спасибо, что позвали. На западе, когда играл, не звали. Ну, вот в чем-то, в чем-то у нас уже есть плюс. Возвращаясь сразу уже, сначала пройдемся по итогам первых туров для команды, а потом поговорим в целом, чтобы наши зрители знали о команде, представляли ее. Вот результат первой игры с зарядом для меня лично стал неожиданным, потому что заряд команды крепкая, заряд вышла, только команда вышла в высший дивизион, в команде много мастеровитых игроков. В принципе, в первой дивизионе проблем они особых не испытывали, а в тех насилии, наоборот, мы знали, да, что команда играет в премьер-лиге Запада, команда заняла 11 место в прошлом сезоне. Но увидели большой исход футболистов, несколько входящих трансфер, то есть была команда-загадка и очень понравилась команда. Вот вообще вопрос, комплектование команды вот именно, так сказать, структурно поменялось сильно по сравнению с примером Лигы Запада? Да нет, на самом деле не особо поменялось. Мы всегда были командой друзей из Облинска, мы там играли с 2008 года, наверное. У нас есть базовая команда Квант, которая сейчас во второй лиге играет, и мы, в принципе, в детстве все тренировались в одной команде, кто-то помоложе, кто-то постарше, и мы как-то всегда все вместе играли. Просто когда мы играли на Западе, там нужно было больше московских ребят со школы, которые могли навязывать борьбу с грандами Западной премьер-лиги, так как я много раз говорил, что на Западе это не любительский футбол в основном. Ну там три команды любительские, остальные команды там, мы все понимаем, типа 10-11-0 мы обычно там, завершалась игра там с Титаном, с Мегатитаном, с ВКСП, это больше такие мучения, как бы, а не футбол. Это одна из причин, почему мы, в принципе, на Юго-Запад перешли, помимо географической, да, потому что нам удобнее ездить по Киевке, еще и вот эта причина, что хотелось бы получать удовольствие от футбола, да, и за последние две игры мы, в принципе, ну я его получил, по крайней мере, потому что были команды, с которыми было интересно играть, они были схожи, с Зарядом для меня тоже было, например, удивлением результат, потому что по факту мы всю игру владели мячом, могли много забивать, пропустили там два нелепых пенальти, один штрафной, то есть, ну для меня, скорее, результат более разочаровал Зарядом, чем с второй команды, с Зюзиной, да, там ребята, наоборот, крепкие, очень здорово играют, хорошие нападающие, высокие цепляются мячи, то есть, и в принципе, там по делу мы проиграли, потому что, ну, вышли как-то немного расслаблены, плюс замена немного приехала, и второй матч, и второй результат он реально по делу, ну, потому что реально команда крепкая, и с ними будет очень интересно и вторую игру сыграть, но я думаю, в принципе, с такой игрой, как они сыграли с нами, они должны в сезоне очень неплохо себя чувствовать, ну там, даже в сравнении с первой командой, да, Зарядом, вот, плюс не хватало в первой игре Лаевского, нашего основного нападающего, да, который забил 2, то есть, у вас есть еще, получается, нападающий, то что, ну, там Зюзина 2 забил, да, у меня его не было с зарядом, но Коновод у меня с зарядом огромное впечатление, ну, Коновод это такой ветеранчик, ну, да, хорошо цеплялся, короче, да, цепки хорошие, да, помимо этого у нас 3 нападающих, это Генри, Аршакян, да, Генри Аршакян, это, ну, он вице-капитан собственной команды, это Дидис Коновод и это Лаевский, Илья, как бы самый главный, основной наш бомбардир, наверное, это Лаевский, который у нас забивает больше всех, он был только на игре с Зюзина, после отпуска, вот, тоже не в основных своих кондициях, мы на самом деле тренироваться начинаем только вот с этой среды, мы еще даже не собирались так-то полноценно с тренером, с командой, так что сейчас начнем уже более-менее входить, вкатываться в сезон, вот, и, в принципе, возвращаясь к вопросу комплектования, ушли ребята, которые захотели остаться на Западе, кто-то ушел в ЦДН, кто-то ушел в Портер, кто-то еще куда-то ушел, плюс мы в аренду брали из Титана, двух ребят, они вернулись в аренду обратно, из аренды обратно, вот, и просто добавились наши обминские парни, то есть, ну, из Москвы мы никого, собственно, не взяли, то есть, именно обминские ребята, да, с которыми мы там играли раньше, на какой-то там период, а не кто-то уезжал, кто-то еще там от футбола был, ему было не до футбола, сейчас они все вернулись, один там, два брата у нас есть, поповских, вот, второй парень, который помоложе брата, он поступил в Москву в институт, соответственно, присоединился. Ну, вот, как раз, да, я хотел поповских отметить по игре с зарядом, также центрального защитника Гаранина, игра Зьюзина не очень ему удалась, красную карточку получил игрок, но очень понравились они, как взаимодействовали в центре, вообще, вот, игра два центральных защитника, это вот, постоянно техно силы практикует? Ну, да, мы раньше играли 3-3-1, но весь прошлый год наигрывали вот эту тактику, я не знаю, наш тренер ее наигрывал, и, ну, обычно даже я играл всегда с краю ближе к защите, сейчас у меня выше туда наигрывает, вот уже год, наверное, вот, поэтому, да, сейчас два защитника плюс два опорных и края, и нападающий, ну, там, варьируется, да, там, опорный, либо... Ну, где-то под нападающим, опорный, в зависимости от игровой ситуации... Ну, грубо говоря, если есть Генри и Лаевский, то Генри идет вперед, Лаевский играет под ним, если кого-то из них одного нет, то нападение и два опорных, ну, то есть, ну, так, скорее, наверное... Ну, да, это видно. Вообще, в принципе, у нас по такой схеме относительное количество команд играет. Столица Артель бывает в два защитника, играют Заряд, играют в два защитника, а вот так вот, в основном, все играют по классике 3-3-1. Ну, в принципе, я с Алексеем соглашусь, что эта тактика, она наиболее гибкая для ЛФЛ, потому что ты в основном на высшем уровне, назовем его вот так, да, там, в высших дивизионах, там, даже на Москву, нет смысла у тебя держать лишнего одного человека в обороне, потому что, все, вся игра построена на разрывах в линиях, вот, и все, и, соответственно, играть 3-3-1, и что там один нападающий будет с двумя-тремя там защитниками делать, да, тут у тебя сразу и края включаются, и один из центральных выдергивается, и у тебя уже при разрыве в линиях преимущество там одного человека 4-2-4 в 3 ты спокойно имеешь, да, все адекватно. Другой вопрос, умеешь ли ты эту игру реализовывать? Да, другое дело по реализации, фотошоп. Мы за год так и не научились, по-моему. Ну, Зюзина, было у вас в момент, вот, если уж возвращаться к последней игре, да, даже при счете там 2-4 у вас был 3-4 очень неплохих момент, по-моему, даже в штангу попали, да, там, ну, угол, конечно, островатый, да, и потом вот этот гол пятый, он, конечно, закончил. Ну, реализация, ну, там уже мы всемиром играли, там уже... Не, ну, понятно, все равно вы сжали их, то есть, и вот если бы не пятый гол, мне кажется, там 3-4 и 4-4 вполне могло быть. Ну, свежести, может, да, какой-то еще пару человек. Ну, короткая скамея, да, ну, стечение факторов. В футболе всегда решают все, какие-то мелочи, и когда их очень много становится, они в твою пользу, то итоговый результат тоже, соответственно. Давайте сейчас, не отходя от матча Зюзина, послушаем послематчевое интервью Ильи Эйдлина, голкипера Зюзина 41, собственно, нашего гостя Алексея Савулы после матча Зюзина Техносила. Илья, здравствуй, поздравляю вас с победой. Скажи, пожалуйста, как происходит адаптация новых игроков в клубе? Спасибо за поздравление с победой. Адаптация у нас хорошо идет. Мы участвуем параллельно еще в турнире в одном, где как раз происходит налаживание игровых связей. Ну, судя по результатам по нашим, все это происходит на достаточно хорошем уровне. Многое, что мы наигрывали на этих тренировочных турнирах, вот получается сегодня. Вот видите, у нас сегодня победа и круглая. Скажи, пожалуйста, свои впечатления от новой команды на Юго-Западе и от игры. Вот это хорошая команда, молодая, в спортивном узла есть лидер, у которого получается абсолютно все на поле. Единственное, конечно, они очень эмоциональны. Я думаю, что после того, как они притрутся, узнают, собственно, вкус своих побед и достижений. У них тогда все это наладится, они будут играть в более спокойном русском. Хотя, если им это помогает, то пусть будет так. Главное, чтобы это не сказывалось на взаимоотношениях и в коллективе, и вообще атмосферных турнирах. Фон, спасибо большое, желаю дальнейших побед. Спасибо. Алексей, здравствуй. Скажи, пожалуйста, почему было принято решение перейти на Юго-Западную премьер-лигу из Запада? Ну, два, тут две причины. Первая причина то, что мы все из Облинска, преимущественно, и нам удобнее ехать географически. Вторая причина, что на Западе футбол потихоньку превращается в профессиональный и конкурировать с командами, в которых зарплаты по 50-60 тысяч, честно говоря, не очень интересно. Я эту позицию давно высказывал. Перешли, приняли решение, не жалеем. Скажи, пожалуйста, свои впечатления от первых игр здесь. Команды все крепкие, интересные. На самом деле, я хочу сказать, немногим хуже, чем на Западе. Уровень довольно серьезный. Организация тоже хорошая, судьи хорошие. Причем многие ребята на Западе судят. Поэтому мне интересно, нравится. Единственное, что моментами сами игроки других команд не совсем хорошо себя ведут. Скажи, пожалуйста, какие ставят задачи на этот сезон? Я думаю, для начала освоиться, а там посмотрим. В любом случае, переходя сюда, мы для начала хотели вспомнить, что такое любительский футбол с нормальными любительскими командами, проезжать и бороться, получать удовольствие. А не уезжать после 9-0 от Мега Титана. Поэтому, я думаю, для начала поиграть в футбол, освоиться, познакомиться с Лигой. Спасибо большое, желаю вам удачи. Спасибо. Ну вот, посмотрели мы интервью, и теперь перейдем, собственно, к истории команды Техносила. Леша, вот в интервью ты говорил о том, что тяжело соперничать с Премьер-лигой Запада, с клубами, где там 50-60 тысяч людей зарплата. То, что, ну, конечно, неприятно приезжать, там, помного проигрывать, играть против профессионалов. Была выбрана Юго-Западная Лига. Вообще, и ожидания, то, что, ты сказал, очень высокие и понравилось. Вообще, вот так вот команда, ну, думай, там, например, о Еврокубках, о Лиге Чемпионов, может быть. Да, мы играли в Еврокубках, там так уж вышло, что второй наш сезон, мы, по-моему, в первом сезоне заняли там что-то 9-10 место, и снялись несколько команд, и мы попали в зону Еврокубков, мы играли. Ну, в принципе, это там суперздорово, интересно, и, конечно, будем играть. Но, опять же, я говорю, большая проблема ЛФЛ в этих командах. Я считаю, что они должны играть в какую-то там суперлигу между собой, потому что это неинтересно ни им, ни остальным командам. В этом году более-менее там Запад, например, Лига выровнялась, там Космос с Эйером объединился, там добавились неплохие команды, в которых также платят, то есть, ну, они, в принципе, понимают, на что они идут, да, но обычная команда, любая там, Сюга Запада взять, зайди туда. Ну, да, у нас таких финансовых возможностей у нас нету. Просто любительская Лига Футбола, она для того, чтобы там играли любители, чтобы человек приехал на выходных и в удовольствие свой поиграл, да, и уехал, там, проиграв или выиграв, неважно, он уехал с хорошими эмоциями. А когда ты приезжаешь и там в одну калитку там тебе насовывают, либо там команда против тебя бьется, там землю грызет, а ты просто приехал в удовольствие поиграть, ну, как бы, это не совсем то, что называется любительским футболом. Ну, вот поэтому у нас и Юго-Западной Лиги не очень большой рейтинг, команд олигархов у нас нету, всего три команды в этом сцене в Еврокубках, но о Еврокубках мы еще отдельно потом, Антон, с тобой поговорим, расскажем о жеремьевке, которая была. Ну, мы сохраняем, получается, LFL-ные традиции, можно так сказать. Да, и в гонке конкуренции мы вот там стопами не участвуем, да. Как выступим, так и выступим. В принципе, вот все руководители, там, представители команд, которые приходили к нам с тобой, да, они говорили о том, что, ну, да, ну, поражение. Ну, как же поражение? И опять же, да, вот, несмотря на то, что у нас любители, несмотря на то, что у нас люди там не озолоченные, у нас люди все равно свой футбол, они анализируют, и то есть ищут ошибки, опять же, только в себе. То есть, они, ну, не смотрят, ну, понятно, против тебя там выходит, условно говоря, Андрей Коряк. Ну, понятно, что про него говорить, да, человек умеет все на поле, там, что он здесь с людьми не видит. Но они анализируют, как в следующий раз выйти против того же, там, Андрея Коряки, и не дать ему ничего сделать. То есть, у нас тоже, то есть, без денег, но у нас все равно стратегия у клубов идет на развитие, а не на деградацию, несмотря на вот этот рейтинг. Вот я вот так вот хочу подытожить всю эту историю. Соглашусь, соглашусь, и мне вообще кажется, что ли, лига у нас потихонечку развивается, и хорошо, что такие команды, как Техносила, у нас появляются. Леш, хотелось бы все-таки, чтобы зрители наши знали Техносила, как команда появилась, когда вы играете. Вообще, как команда появилась, именно как она зарождалась, как-то вот вкрашу появилась, не всю летопись. Ну, я учился в институте, в Миссис, Стали и Сплавов, и у нас там был внутренний чемпионат Миссиса, и мы с ребятами там на курсе на нашем минате собрались, и вот заявили команду, думали, как нам ее назвать. Сидели там, что-то думали, пиво пили, ну, как там, первый курс в общаге, и по телеку рекламы играла этого Киркорова. Он там писать, что-то Техносила любит, вот знаешь, тогда Техносила была. Да, 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 да. Да, ну мы подумали, типа, чем мы там из Стали и Сплавов, университета, давайте назовемся Техносилой. Ну, как бы, назвались там, а потом у нас в Обнинске на следующий год тоже создался внутренний чемпионат любительской футбольной лиги, и команда, кстати, Атлант, которая у вас во второй лиге играет, это наш, типа, извечный соперник, чтобы вы понимали, если вдруг мы с ними сойдемся. Ну, это в кубке, да, может быть, поинтереснее. Ну, вот, собственно, был там Атлант, ну, я тоже команду собрал, ну, естественно, Техносила назвал, и мы там играли 3 или 4 года, может, 5 лет подряд мы играли, 2 или 3 раза выиграли эту лигу, первую выиграли, вторую там, по-моему, в финале выиграли, но у нас был незаявленный игрок, Атлант там расстроился очень, и сказали нам кубок вернуть, мы вернули, мы что, джентльмен, понимаешь? Чего детей отбирать, кубок, вот. И, соответственно, вот оттуда, а потом просто уже, когда я там начал работать там в Адидасе, и узнал о ЛФЛ, подписал с ними контракт, уже, соответственно, ребят предложил хотеть, давайте играть в Москве, потому что в Облинске уже, ну, во-первых, надоело, каждый год одни и те же соперники, там, 2-3 команды, с которыми мы постоянно играли, там, тот же Атлант, там, еще ребята есть, вот, и вот так перешли в Москву, сыграли первые два года, ну, мы сразу в первую лигу зашли, потому что в вторую лигу, ну, там, мне сказали, что даже на Западе нет смысла заходить, там уровень слабый, мы зашли в первую лигу, третье место заняли в первом сезоне, не пошли в премьер-лигу, второй год опять заняли третье место, но там очень много команд снялось в премьер-лиге, Барс, Атлантис, там был вот этот год, когда очень много команд проходил, и нас, соответственно, предложили, Смирнова мне предложили, давайте там, в премьер-лигу, я говорю, ну, давай, первый год нормально, зашли, там, что-то 4 или 5 туров подряд все хлопнули, все, о, там, Техносила, там, зашла, все там, потом проиграли 25, наверное, туров, там, 10-е или 9-е место заняли, ну, так, ну, кстати, обыграли КПРФ, тогда мы в первом же ЛЧО обыграли, КПРФ обыграли, обыграли, тут еще тогда, КЕГЛИ была, тогда команда КЕГЛИ обыграли, короче, 4 или 5 туров мы обыграли, и потом играли с Титаном, в следующую игру, и после игры с Титаном, там, все, закончилось, ну, ну, мы что-то еще выиграли, где-то еще там очко зацепили, но в итоге, я говорю, 10-е, наверное, где-то место, 9-10, Николай, каких-то именитых футболистов, знаешь, что в составе у вас, Дмитрий Булыкин, Роман Павличенко, Роман Павличенко не играл, но он был заявки, он очень ленивый, я ему сто раз писал, он мне что-то, то спина, то задняя, то передняя, то все еще, он от футбола устал, в этом году тоже именитых футболистов, я думаю, не ждать, я думаю, нет, ну, просто все именитые футболисты, я уже говорил, как-то в интервью, они, закончив с футболом, они не хотят больше у него, как правило, играть, им очень надоел он за весь период их жизни, и либо их нужно стимулировать, как стимулируют футболистов, там, в премьер-лиге запада, да, там, или Гефест, там, как стимулируют своих футболистов, либо просто нужно такого футболиста найти, который хочет играть в футбол, продолжить. Таких мало. Я звал там Игнашевича, и Самедова, они говорят, Леха, ну, нам сейчас не очень хочется футбол играть, нам там поднадоело. Ну, и как бы, наличие такого футболиста в команде, любительской, там, тот же Булыкин, когда у меня было, но, во-первых, ты не можешь, эмоционально и психологически довольно сложно, потому что ты, у тебя есть свои, молодые ребята, с которыми ты привык играть, да, там, постоянно, и они, но ты должен ставить его, может, он и хуже, да, там, сейчас в форуме, просто из-за имени, да, а не молодого парня, и там, в большинстве случаев, ты играешь минус один, потому что он уже, ну, не хочет двигаться, особо не цепляться, бегать, на свободных мячах, играть, ему это не нужно, да, плюс моральная остановка в команде, люди видят, что не соответствует человеку, он сына играет, да, и уже какая-то внутренняя, как-то внутренняя, если ты играешь в любительский футбол с друзьями, ну, игра, смысл, а с этими людьми, у них есть там свои игры, там, они тоже так друзьями собираются, там, в лужниках играют, хочешь с ними поиграть, он, езжай с ними поиграй, ну, это, такой вопрос, я считаю, что, это, я говорю, если есть стимул какой-то, ну, опять же, для таких людей деньги не особый стимул, для большинства из них, потому что они заработали уже достаточно, а чисто поиграть в футбол для них, не уверен, что это сейчас им уже интересно, после таких карьер больших. Ну, тут история напоминает сагу Заряда и Янбаева, мы все ждем, когда же появится Янбаев, и все, я знаю Янбаев, очень хорошо, он, когда в локомотиве играл, с трудом на тренировках появлялся, заставлялся, поэтому я думаю, что здесь заставить себя появиться на игре, на игре тоже будет сложно довольно-таки. Ну, да, замотивировать. Первые туры мы как бы ждали, думали, красав, и трансляцию поставили, стих на силу, и думали, сейчас Янбаев увидит, но нет, не увидели. Вот, Леша, вопрос про КФЛ, вопрос про КФЛ, команда уже три года выступала в КФЛ, планируется ли продолжать выступление на этом турнице, да, планируем, очень классный турнир, я считаю, что для КФЛ показательный турнир, как раз таки для вот этих всех команд западной премьер-лиги, они себя должны показывать не в играх там с такими командами, да, как мы, а вот на таких турнирах, что как правило и происходит, там до полуфинала, финала доходит уже команда более серьезно, но для остальных команд это, ну, в первую очередь атмосфера классная, поиграть с иностранцами, пообщаться, подружиться, то есть даже турки, которые там по 25 пропускают, или кто там, нигерийцы, но они приезжают, для них это тоже путешествие, там приехать в Россию, мне кажется, очень классно, объединяющий такой турнир футбольный, дружеский, товарищеский, ну, вот, мне кажется, очень супер, очень классная идея, история. И мы будем довольны, у нас никогда в истории Юго-Западной лиги еще не участвовали команды в больших турнирах, ни в первенстве России, ни тем более в континентальной футбольной лиге, и я думаю, что очень много будет болельщиков именно из Юго-Западной лиги, то есть аудитория зрительская, конечно же, техносила, и болельщиков. Я тебя перебью, на самом деле на Юго-Западе даже трибуны, там даже когда мы играем с кем-то, на трибунах там человек по 20-30 сидит, смотрит, просто люди приходят посмотреть, на Западе такого, ну, практически никогда не было. Ну, на топ-матч, если. Ну, на какие-то топ-матчи, да, приходят, но так редко. Ну, реально, да, на топ, когда кто-то из футболистов там подъезжает, а так на Юго-Западе там на простые команды приходят. Ну, да, у нас есть своя аудитория определенная, это люди, которые живут там где-то рядом с метро Юго-Западной, кто-то просто давно в лиге. Ну, еще у нас дерби вот эти районные, которые к Юго-Западу относятся там с проспекта Вернадского, грубо говоря, там много команд, там МГУшные представители, опять же, то есть, по районам даже, если вот посмотреть, и у нас даже на вторую лигу из них не бывает уже полная трибуна. Да, 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 особенно, когда погода позволяет, и поэтому... Людей много собирается, да. Я, на самом деле, первую игру свою в Велфейл играл за, за этот самый, за команду. Вот сейчас МГУ есть команда, у них еще была МЮПи. Ну, она сейчас у нас двойное название. А до этого их было две раз. Три звездочки. МЮПи. МЮПи, они назывались Мохнатый Писарь. Вот я, короче, за них играл, да, одно или две игры. Это еще, наверное, где-нибудь на академическое. На академическое, Мохнатый Писарь, да. На академическое, да. Одно или две игры я за них сыграю. Там такой эпатажный вратарь был, да, с бородой. Да. Он же, по-моему, священник, там, да, в церкви работал. Был один такой вратарь, а потом уже был помоложе такой парнишка. Но это потом уже. Это потом, молодой. Да, да, да. Я просто тренировался у них в этом в МГУ. У меня жена там тренировалась, и я тренировался с ребятами в мини-футбол. И вот за них по этому играл. Там одну или две игры сыграл. Так что, на, я с Юго-Западом так знаком немного. Получается, ты вернулся туда, откуда начинал. Ну, фактически, да. Слабо глину академическую туда. Вот эти два двора. А хоть поближе. Сейчас во дворах уже это поле снесли. Там уже дом построили. Да, это поле. Ну, вопрос про грядущий тур с шальными игра предстоит. Ничего мне не говорит. Команда вышла в высшую лигу не по спортивному принципу. Путем обмена мест с КамАЗом. Но команда сильно изменилась. Усилилась в межсезонье. Новый главный тренер. Появились игроки с именем. Там один Олег Пещеров очень неоднократно чемпионство ставила, ничего стоит. Правда, сейчас он не очень играет. Хороший нападающий Роберт Долгов. Лучший нападающий первой дивизиона. Ну, вообще, вот у вас по составу как? У нас будут все, кроме удаленных. Гары, Гары и Генри. Ну, у одного красного, у второго тоже красное. Значит, будет, я думаю, что очень интересная игра. Потому что и Шальнин надо набирать первые очки при хорошей игре. И Техносила при очень хорошей игре наверное не добрала все-таки. Ну, нам надо чуть освоиться, я думаю, пару-тройку игр. Чуть вообще в целом собраться на тренировке пару раз. Друг с другом почувствовать себя. Ну, и тренер, наконец, там две недели там не мог, но не получалось. Сейчас, наконец, тоже к нам присоединится. Потому что со скамейки тоже важно, когда правильно замена делается, правильный подсказ идет. Тоже важна такая составляющая. Согласен. По себе знаю, что когда ты играешь и делать замены сложно. Это очень сложно. мне может было получить полегче, потому что я в воротах играл, но все равно очень тяжело. Ты не можешь объективно... Ну, ты объективно не оценишь, да? Внутри один вид у тебя на все, да. Все-таки, когда со стороны стоишь... Плюс голова еще всегда забита своими собственными проблемами в плане того, что у тебя там происходит в твоей зоне ответственности именно на поле. А тебя надо думать, кого там выпустить, как игру перестроить. Да, ну, ты всегда должен быть, конечно, независимый человек, потому что, чтобы не было этих дружеских отношений, это пусть побольше поиграет, это поменьше. Ну, конечно, о чем мы говорили, как ситуация с Булкиным. Ну, да, да, да. Не, ну, Димка в порядке все равно. Нет, он никто не спорит, что это мать. Ну, просто он уже такой ленивый, потому что... Ну, конечно, он уже всем доказал, всем все показал. Ну, человек прекрасный. В Швейцарии трешку отгрузил в свое время. Можно вообще распакухивать. Ну, да, в газариско-сборной, когда молодой жил. Ну, что ж, с нами был Алексей Савула. Говорим ему спасибо, желаем удачи техно-силы. Спасибо, увидимся, когда там воскресенье. Увидимся, пообщаемся. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, у нас в студии сегодня второй гость. Галкипер команды Аминьева, Александр Локтионов. Саша, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сашу можно, наверное, отметить в этом туре прекрасная игра против Ники. Победа, сенсационная победа Аминьева со счетом 4-1. Несколько по-настоящему крутых сейвов от галкипера. Также скажем сразу, что Александр у нас лучший галкипер первой дивизиона сезона 18-19 своими действиями и помогал команде на протяжении всего сезона. А уж действия в полуфиналах против Росвоенопотеки, в финале против ММФ-2, две выигранных серии по пенальти, тем более матч против ММФ-2 вообще складывался там, что ММФ-2 нужно было просто забить. И в нужный момент Александр делает сейвы и затаскивает свою команду в высшую лигу. Саш, ну давай сначала по матчу с Никой. Ощущение из ворот, участника событий. Ну, могу сказать вообще, что это вторая для меня игра. Я пропустил второй тур, вторая игра для меня в высшем дивизионе. И получаю удовольствие на самом деле, потому что команды бегающие, играющие, чувствуется мысль. И у первой команды Метеор, да, по-моему, у нас была лидера. И вот у Ника приятно играть, понимание, чувствуется, видно. Очень непросто было. Если первый тайм мы как-то еще держались и, в общем, хорошо атаковали и чувствовалось, что мы ведем игру отчасти, ну, не было, у них не было стопроцентных моментов, на мой взгляд, в первом тайме. То во втором тайме они конкретно сели на нас, когда проигрывали, они горели 1-2 сначала, активно давили на нас, потом 1-3. Еще они, по-моему, бросили уже все силы и пришлось реально потеть. И это был еще разгар дня, солнце, солнце в лицо во втором тайме как раз было, да. И поэтому, честно, физически было вот по-настоящему непросто в этой игре. Ну, выстояли, там надо отметить, что, ну, не только я, там все защитники, каждый защитник стелился, полузащитники отрабатывали просто каждый свой сантиметр. Много было там героических подкатов, героических тоже, спасений от всех. И вот за счет этого, ну, вот с такой командой, мне кажется, да, вот нам в текущем состоянии можно вот выигрывать только при таких раскладах, когда на каждой линии все люди будут делать 100, а то и 105 процентов. И тогда вот можно рассчитывать на такой результат. Соглашусь. Вообще, конечно, редкость, да, для нашей лиги, что главные, наверное, дальнобойщики, это и Комаров, и Авдонин не забили дальними ударами в этом матче. Авдонин забил, Авдонин забил. Рикошет. Ну, там с рикошетом от защитника мимо летел. Да, да, да. Но именно не было такого вот нацеленного удара. Уж Сергея Комарова там даже вот первый тур вспомним с Меркурием и там три мяча забивает Сергей, по-моему, их четыре даже. Четыре он забил в первой игре. Из них два штрафных. Прямым ударом не будет действия в Сантрополе. Ну, факт том, что Александр не дает это делать. Ну, вообще, я как тоже участник событий могу сказать, что здорово смотрелась игра Александра. И, конечно же, Ломиниева, помимо всего прочего, еще очень сильная зависимость от состава. То есть, появляется Орлов, появляется Поглазов, появляется Погасян. И эта игра одна. В матче второго тура там вот и Александра не было, и вот ребят не было. Игра с Бутова. Конечно, две большие разницы, что показало Аминиева в матче с Никой, что в матче с Бутовым. С Бутовым, да, там, может быть, кто-то скажет, Игорь Тарсенец мне говорил о том, что поражение очень обидное. Добавили время, упустили ничью. За пять минут до конца Аминиева вело 1-0 с Бутовым, но по игре там, грубо говоря, Аминиева там пять раз какие-то опасные подходы сделала. Но без лидеров. Без лидеров тяжело. Без лидеров тяжело. Поэтому, да. Ну, в целом, можно же поздравить с первой победой в высшем дивизионе. На самом деле, здесь надо сказать, что у нас все, Аминиева уже с 2015 года, и все старты любых чемпионатов у нас обязательно как минимум один-два тура мы всегда проигрываем. Мне кажется, и больше бывали серии, и три, и четыре. Адаптация. Особенно здесь на Западе, да. В первой лиге, я помню, у нас такая была тоже долгая очень полоса. И вообще, первый круг это не наша сильная сторона. Если посмотреть статистически, даже, мне кажется, исторически... Даже в том году, по-моему, в первой лиге выступали тоже. В первом круге мы очень много теряем, во втором начинаем догонять, и вот где-то этих очков как раз не хватает, и вот тому следствие эти стыковые игры и ненужные нервы, которые... Ну, на самом деле, лотерея там абсолютная была, и слава богу, что получилось так, и нам повезло и затащили. Так, да, старты всегда не важны, поэтому посмотрим, что будет дальше в следующих играх, и как сложится. Ребята, будут постоянно ездить? Не всегда есть возможность у них ездить, но когда есть возможность, всегда будут приезжать. Но здесь надо сказать, что нет установки играть вокруг них, и это было бы неправильно, тем более, вот с учетом того, что Михаил отметил, что не всегда люди приезжают, и я тут хочу сказать, что, на мой взгляд, вот там взгляд из ворот, те люди, допустим, которые будут играть, если не приедут вот эти ребята, они индивидуально ненамного уступают людям, а в командном еще и плане они, может, даже по химии поинтереснее выглядят. Просто сейчас так получилось, что физически вот эти люди, эта группа людей, она лучше готова, потому что они в игре. Ну, не профессионалы, но люди в тонусе. Ну, они в тонусе. А остальная часть, которая с Гутова вышла играть, и на тренировках почти никого не было, и никто не готовился индивидуально, и нигде больше не играл. Вот, вот, в принципе, результат. Из-за этого, отчасти, мы всегда старт проваливаем, поэтому, я думаю, если сейчас мы втянемся в сезон, то, в принципе, хочется надеяться, что вот отсутствие этих людей, оно не будет для нас критическим, но с ними, конечно, игра смотрится по-другому, и Миша правильно отметил, были совсем красивые моменты в игре, и любо-дорого смотреть, я сам смотрел, и не верил, что аминивали это. Мысли какие-то перед игрой с зарядом есть? Надо, мои мысли здесь всегда, что дают плоды тренировки, и здесь вот заряд, как раз хороший пример сейчас, потому что по четвергам мы регулярно пересекаемся на тренировках, либо вместе тренируемся, либо я вижу на параллельных полях, и вот здесь хороший пример, как у заряда собираются люди, там постоянно большой сбор, и постоянно люди, которые как минимум на игры приезжают, и то, как они заряжены на эти тренировки. То есть они полтора часа отыгрывают на одном поле, идут на другое поле без света, еще бегают, вратари тренируются, и вот это, конечно, дает плоды, и когда такая команда выходит против тебя играть, тут надо очень исхитриться, и надо, чтобы у всех все получилось. Поэтому с зарядом мы будем на зубах играть. Прошлый год тяжелые были игры, и упорные были все, и шансы были. Я помню, игру первого круга, чудесное спасение на последних секундах, двойное, по-моему, в два мяча проигрывали, на втором поле была игра, и в конце, буквально в добавленное время, минимум два забивает, и в ничью. Да, да, причем там какие-то голы такие, сумасшедшие какие-то мячи, чуть ли не автогол с центра поля был у соперника. Ну, что-то, потом вратарь свои ворота забросил, там заряд упал. Поплыл вратарь. Да, но объективно, вот мое мнение, что заряд посильнее нас, и победа во втором круге, она по делу была тогда, но играть с ними можно, то есть это не та команда, с которой все решено. Если мы покажем свой хороший, лучший футбол, и каждый поборется, у них есть тоже слабые стороны, и есть люди, которые могут дрогнуть и поплыть, вот если мы с этими людьми более внимательно поработаем, то можно играть и можно выиграть. Ну, там главное сдержать Павла Голанова, это первое, мне кажется. Не дать издалека ударить. Не, не дать штрафной им заработать. Мне кажется, палить не надо. Ну, удар он классный гол забил, Павел не со штрафного, с игры, двух человек замасил. В первом туре? С ударом, да. С ударом, да. Но в основном Павла мы знаем как яркого исполнителя стандартов. Ну, вот видишь, в продолжении нашей истории, мы уже сегодня обсуждали, что заряд, да, и Александр говорит, на тренировках много людей, и вот что произошло, вернемся к матчу с Бутовым в эти выходные, что произошло, почему так случилось, что приехало вот восемь игроков, там, вратарь восемь игроков, их запасит только Петр Лебедев и еще один голкипер, переодевшийся в игровую форму. И проиграли, да? И проиграли 4-1, а не Бутова, и причем проиграли-то по делу. Ну, там без шансов. Как-то, ну, не то, что без шансов, там, Преликов помог, в середине второго тайма, но мы эту игру уже обсуждали, что мы сейчас будем... Да, 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 не будем пройти на это время. Просто, да, вот, игра мини-вазаряд, знаешь, как, кто приедет здесь, кто приедет здесь. Сейчас эта игра представляется на три исхода. Да, один такой большой вопросительный знак, что по составу, что по результату. Это можно сказать, только вот, ты приехал, задействован до конца, увидел до начала, кто выходит на разминку, и сказать, ну, здесь фаворит вот так вот. Пока я вообще не представляю. И то там надо еще учесть, кто как в субботу провел. Кто как в субботу провел, в субботу. Учитывая 12, нет, только пятницу, в субботу вы играете. А, ну, в субботу даже играете. Ну, тем более, там пятница, рабочая неделя еще. Пятница, да. В России два же праздника, да, это Новый год и пятница, но в субботу играть тоже тяжело. Да. Саша, ну, говорил-то нам, и мы видели это по статистике, что давно ты в Аминьево, еще со второй лиги Запада ты начинал, и много матчей в первом дивизионе. Вообще, вот, про историю Аминьева, про команду, какие традиции у нее. Потому что команда для нашей лиги новая. У нас чуть раньше тебя в гостях был Алексей Саула, руководитель техносилы, тоже команда к нам пришла с Запада. То есть такая у нас сегодня передача чуть-чуть западным командам. с бывшими западными представителями. Ну, нам принято, что сильный клуб. Ну, вы же играли с техносилы, наверняка. Ну, нам и Алексей в куларах рассказывал истории некоторые про взаимоотношения с Аминьевым. Ну, да. Есть тонкости, да. Не без них. Вот. И хотелось бы узнать больше, потому что первый раз представителя Аминьева у нас в студии. Зрители, чтобы побольше о команде. Давайте. Я с удовольствием. Мне, во-первых, очень приятно, что вас позвали, и мне приятно быть делегатом от нашей команды. С этого стоило начать, наверное, но мы сразу в футбол рванули. Расскажу. Команда, на самом деле, очень такая уже с историей. Основана в 2000 году. Что приятно, что в команде, которая была основана в 2000 году, по-прежнему остаются два человека. Это последний защитник Сергей и Игорь, который представитель команды, тренер, менеджер. И все в одном. Еще иногда нападающий, который сумасшедшие голы забивает. Игорь, потом не забудь передать мне. Ну и на самом деле, костяк команды. Алексей, наш нападающий, он тоже практически с основания команды играет и выступает в составе. И, в общем, на этом и строится команда. То есть, вот так плавно от начала, от истории можно к философии перейти. Команда строится на стариках, назовем их так, на людях, в которых есть принципы, есть понимание того, что это за команда, откуда она взялась, почему мы в ней играем. И вот к этим людям притягиваются, к каждому в отдельности притягивается группа таких людей помоложе, может быть, где-то поигравших, которые раскрываются и которые играют именно в нашей команде, которые важны именно здесь. Мы их раскрываем. Есть люди, которые попали в команду в возрасте 18-19 лет, совсем еще молодыми. И вот они проходят такую, можно сказать, школу жизни через команду Аминева. Потому что на футбольном поле все не заканчивается. Не могу сказать, что мы много проводим времени в банях или на дискотеках или еще где-то, но в плане деловых каких-то вопросов, в плане просто поддержки, моральной, советом, жизненным опытом, звонком, вот этого не отнимать. И это то, чем сильно Аминева, то, за счет чего оно держится. Крепкий, дружеский, терросемейный коллектив. Да, да. То есть у нас никогда не было цели добиться результата во что бы то ни стало и любой ценой, там, идя по головам или привлекая каких-то сумасшедших людей. Даже вот сейчас новый подбор людей, они появились не случайно, не потому что мы пошли в рынок или куда-то еще и заманили премиальными или чем-то, этого ничего нет в команде. Это люди, которые пришли, потому что близок дух. Сначала пришел Андрей по глазу. В середине прошлого сезона. И мы присматривались и он присматривался. И вот тут как раз для него стало решающим фактором стыковые матчи. Когда он увидел, как люди готовы биться и костьми ложиться, для понимания у нас Леша Кулик приехал из отпуска специально ради стыковых матчей. Я поменял, что значит поменял, сдал просто невозвратные билеты, потерял билеты, тоже в отпуск перенес на стыковые. То есть когда люди видят вот такой заряд, когда люди видят единение, что готовы приезжать травмированные, запасные, просто люди, которые когда-то играли, приезжать на игры и поддерживать, для них это важно. И вот тогда по глаз Андрей сказал, что ну ребят, я с вами, мне это близко, мне по духу близко, я еще попробую позвать своих друзей, пусть они придут. Позвал, пришли, рано что-то говорить, ну хорошие, по опыту прошлых выходных хорошую игру показали. Еще из важных век, если говорить, то высшее достижение Аминева было серебро в премьер-лиге Запада, в далеком году еще, да, когда играли на Матвеевке. Я попал в команду в 2015-м, во второй лиге, в конце сезона, и мы как раз тогда в том же сезоне перешли в первую лигу и стали играть в первой лиге. И в общем-то вот формирование людей, тогда, могу сказать, что когда тогда я пришел, ну процентов 60-70 осталось людей, и те, кто тогда со мной примерно в одно время пришли, они закрепились, стали лидерами. Чуть-чуть влияют травмы, к сожалению, да, вот ситуация с Костей, например, который в прошлом году у нас получил один из лидеров, как фамилия? Костенко. Костенко, да, Костя Костенко, вот как раз в игре, не помню с кем, получил колено, травму колено, и выбыл надолго. Женя Богачев, который, в общем, тоже набирал форму хорошую, тоже получил травму, там досадную, в обидном стыке, очень неприятном, с человеком, ударом со спины, как раз за рядом, кстати. Я помню то, что по началу сезона, когда только вы перешли, очень Игорь Дресенец часто сетовал на то, что, что не матч, то, можно сказать, каретской помощи приезжает на матч, Аминьева. И на шутку он мне говорил, что хочет по принципу НХЛ парочку полицейских взять, которые выходят. Товгая, да. Да, да, да. Ну, Товгая полицейская. Ну, вот, кстати, здесь тоже еще про философию команды говорить. Товгая, у нас есть там такое негласное внутреннее правило, и всегда этому стараемся молодежь учить, что языки распускать, ну, точно не молодые должны. То есть, не те люди, которые делают игру, они не должны общаться с судьями, они не должны кричать. Понятно, что эмоциональные у всех бывают всплески, но за это потом не гладят по голове в раздевалке Игорь и другие старики команды поговориться о том, что это не ваша работа, ребят, вы играете, есть для этого капитан команды, есть представитель команды, они и поговорят, если нужно, объяснят позицию, да, судьей, что не всегда бывает просто, понятно, но и с командой, если есть какие-то стычки, другие там моменты неприятные, то они это будут решать, вам не надо в это вмешиваться, никаких отмашек руками, никаких матов или чего-то, и в общем-то, приятно отметить, что я мало помню ситуации, когда кто-то из наших поджег, где-то в спину плюнул, в кавычках, или где-то некрасиво как-то назвал, или сыграл грязно, бывает понятно у всех, но не могу сказать, что у нас такое часто бывает, и это, наверное, тоже один из важнейших принципов в команде, не думаю, что человек, который бы так себя ведет на поле, у нас бы задержался надолго. Ну да, я отмечу подтверждение слов Александра, Андрея Поглазова, какой он был в Саморе, сколько был разговоров с судьями, со всеми, учил некоторых судей судить, и соперников, как играть, и карточки, с какого кармана выставать. А вот в этой игре была показательна, причем у них такой хорошим футбольный закус с Сергеем Комаровым произошел, тут против друга они играли по позициям, и где-то там, что может Сергей ему говорил, Андрей не отвечал, и то есть, видно было, что может он и хочется ему, но нет, именно дисциплина превыше всего, то, о чем сейчас Александр говорит. Ну, благодаря этому и достигается результат, когда ты выходишь на поле, вне зависимости от того, что делает соперник, и во что он играет, ты сохраняешь холодную голову, и сохраняешь свой план на игру. Все верно, абсолютно. И я полностью поддерживаю такие коллективы, как Амини, у которых вот такие вот традиции, да, уже получается, и у которых точка зрения, не только то, что ты должен быть качественным футболистом, там и хорошим человеком, ты должен быть разумным, воспитанным, и культурным человеком. Создаются коллективы, настоящие любительские коллективы, о чем мы и с Алексеем Саулом сегодня общались, то, что у нас нету здесь финансовой гонки, нет у нас клубов-олигархов, которые там платят какие-то сумасшедшие деньги, на знаниях любительские команды, да, может быть, где-то уровень футбола пониже, чем на западе, там на севере, в других лигах, ну да, на востоке, но зато это интересный, искренний футбол. Настоящий любительский футбол, РФЛ, Дмитрий Юрьевич, ради чего, с Артем Юрьевичем, вот это все давно-давно когда-то и задевали. Мне кажется, и задача была как раз, чтобы люди приезжали в выходной день, получали удовольствие от футбола, все вместе пообщались, провели хорошо время. А вот это вот вещи, которые иногда почему-то у нас происходят, когда люди теряются, в общем, ну там, разговоры с судьями, это даже не самое тяжелое, что может быть, да, в выходной день. Около футбола какой-то бывает. То есть, теряют люди, реально, смысл, для чего они приехали. То есть, ты приехал поиграть в футбол, ну приезжай, играй в футбол, получай удовольствие, там, общайся с ребятами, ты можешь пообщаться с этим же, там, с судьей, там, я не знаю, с руководителем лиги. Вопросов нет, все открыты, все открыты, да, никто не прячется, ни от кого, но другое дело, в каком формате ты это все делаешь. Если подходишь к суде, расскажешь, кто он, не будем вдаваться подробностей, и что ему делать, ну тогда, дружище, извини, тогда ты, наверное, в ближайшие выходные можешь пропустить, и ты, как бы, не удивляйся, да, можешь на более длительный срок зависимости от его воспитания, которое проявляется. Поэтому правильно все, я соглашусь полностью, что есть ветераны, которые давно, которые не только давно в футболе, но и давно в жизни, и зачем тратить время, время на его воспитание, на воспитание игрока уже, если уж родители там 25 лет не потратили, то ты его за 2 минуты не воспитаешь. Понятно, поэтому проще расстаться. Если человек подходит по всем критериям, то прошу любить и жаловать, и с таким человеком можно достигать результат. Да, абсолютно. Ну и при этом еще хочу сказать, что ветераны ветеранами, мы их так называем, и я тоже сказал, но вспомним, да, стыковые матчи, выходит кулик там на решающий пенальти, забивает. Вспомним моменты, когда нам очки жизненно важны, а людей не приезжает состав, выходит дросинец в поле, нападающим забивает решающий. Ну да, то есть. Вспомним Сережу, защитника последнего, который просто стелется в подкатах каких-то сумасшедших, которые в его возрасте люди, телевизор лишний раз пульт не переключают. Вот он полгода собираешься после того. Да, 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 а там человек просто борется с молодежью, вырывает у них мячи, они там его из-под тяжка пытаются задеть как-то, а ни на что не реагирует, там человек до последнего стоит. Поэтому здесь классно, на мой взгляд, я же тоже здесь такой, еще и не ветеран, вроде и уже не молодой, но и не новичок. Да, и мне классно, что ты с одной стороны видишь духовную вот эту силу людей, а с другой стороны и на футболе показывают, что, ребят, мы так просто свое место в составе не отдадим, мы хотим приезжать и играть тоже, и на поле выходим. Своим примером во всем показывают. Ну, еще есть скрытый козырь тоже на позиции центрального защитника, конечно, Дмитрий Подвигин. Он чемпион России, состоит в третьей лиге, и как бы в одной команде мы играли, состоит в рейс, мы стали чемпионами, и если там я в ротации был, так скажем, на вратарской позиции, то Дмитрий Подвигин был основной центральный защитник, чемпион России, человек, в принципе, еще в футбольном возрасте, я понимаю травмы, но... Ну, да, Дима в порядке. Если Дима на поле, он, мне кажется, и в ОФЛ нападение, то есть надо и в защите сыграть, а человек с огромным утром. Ну, он сейчас левый защитник, да, левый защитник, шикарно выходит, играет, просто у него, к сожалению, не всегда по времени получается приезжать, но когда он нужен, он каким-то чудом всегда оказывается на поле. Ну, вот к вопросу о том, что люди друг друга поддерживают, если нужен, человек приезжает. Да, у нас нет обид, на самом деле, очень я редко встречал, да, какие-то обиды, что вот меня не выпустили на поле, все с пониманием, все понимают, что вот, может быть, в последней игре как раз с Никой, в первом тайме вышел, буквально 5-10 минут поиграл, во втором вообще не вышел, мы идем вместе в раздевалку, я говорю, почему во втором не выходил, он говорит, и Игорь не выпустил, да я сам чувствую, не готов, зачем я в такую игру полезу. Ну, адекватно подходит, да, все понимают, что надо добавлять, у каждого есть для этого неделя, да, как ты распределишь это время, либо пойдешь с кем-то на игры, на тренировки, либо еще куда-то придешь, и решай, выходи и доказывай. С Никой и Кулик прекрасно сыграл, заработал штрафной, в котором был забит третий мяч, и потом сам же исполнил штрафной, хитро там, под стенкой, как-то подпрыгнуло. Так исполнить штрафной, это, знаешь, это обычно говорят, там из 10 раз, но мне кажется, там, я первый раз увидел вот такое исполнение, если честно, вратарь считался, сколько раз мяч прыгнул по газону, там, в итоге залетел, причем тоже, да, здесь вот уважение, надо сказать, первые штрафные, которые были, отдавал, Кулик отдавал более молодому, да, человеку, изобилие, но уже потом, в конце говорит, ну давай я тоже попробую вам, чуть покажу, чего можно сделать, подошел и вот исполнил. Леш, ну и, наверное, последний вопрос, вообще задачи, вот так вот между собой обсуждаете, на этот сезон, может быть, там о кубке, что-то думаете, или, короче, какие-нибудь задачи. Начиналось все с того, чтобы не вылететь. Ну, это у всех, начинается. Я думаю, задач вот таких прямых пока не озвучивали, и, наверное, справедливо, чтобы посмотреть уровень, посмотреть, как мы готовы понять, кто в костяке будет, кто будет играть. Ну, я думаю, что если мы в первой половине таблицы окажемся, то есть выше середины, то, я думаю, со мной согласятся и наши представители, и более опытные игроки, и тренер, это будет хорошим результатом, с учетом того, что мы только вышли в пример льбы. То есть, восьмое, седьмое место получается. Я думаю, да, если это будет где-то там, это все будут не огорчены. Если это будет, скажем, пятерка, все будут уже рады, и уже будет видно. Ну, сезон длинный, и тут тоже надо смотреть и по травмам, и по состоянию людей, и по возможности приезда, поэтому будем стараться. В зимнее время еще неизвестно, как что там, поэтому... Да, да, главное, чтобы травм не было у меня. Главное, чтобы травм не было. Ну, ситуация с Аминиевым, это точно. Да, я поэтому и сказал. В прошлый сезон, был какой-то, и я там несколько поймал травмы, парни выбыли надолго, к сожалению. Ну, будем надеяться, что эта черная полоса минует, и мы минимальными потерями сможем показывать хороший футбол, интересный, насыщенный, цепляться со всеми, невзирая на имена. Но то, что со сбором у вас проблем нет, это я уже понял. Поэтому без травм. Здесь, здесь, фу-ту-тфу, хочется взглянуть, и по деревянному столу, и разу подсучать, потому что с первой три тура, да, сбор, он всегда очень хороший, все приезжают, как у нас шутка в чате, тоже командном ходила. Главное, приехать на начало сезона, показаться, и потом, наконец, еще приехать, переподписаться. И на банкет. Игорь, где банкет, Игорь? С нами был Александр Луктионов, лучший голкипер первой дивизиона, сезон 18-19, один из героев третьего тура высшей лиги. Александр, спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Спасибо, парни. Друзья, и в конце поговорим о жеребьевке еврокубков. В этом сезоне от нас играют всего лишь три команды, не очень высокий рейтинг у нас, о чем мы общались чуть ранее с Алексеем Савулой. В лиге чемпионов от нас будет играть команда 3 звездочки Мюпи. в Лиге Европы, в Кубке ЛФЛ так называемом будут играть две команды, это победитель Кубка чемпионат и команда, занятшая второе место, любители. Давайте представим соперников звездочкам по Лиге чемпионов. Сейчас вы видите их, эту группу на своих экранах. Антон, ну, у нас есть конфиденциальная информация, добыли мы ее, это рейтинг клубов, вообще общих клубов московских любительской футбольной лиги, очень любопытные цифры, мы сейчас их вам, конечно же, дадим. Рассказывай. Ну, тут группа у нас Динамо, помимо, ну, трех звездочек, Динамо, тройка и Бобр, да, и, ну, тут яркий лидер это у нас тройка, которая имеет общий московский рейтинг, первый, то есть, это сильнейший клуб по рейтингу. Зачем я не удивлен, за последние два года команда выигрывает Лигу Чемпионов и Кубок ЛФЛ, плюс команда во внутреннем чемпионате в среднем, ну, понятно, что команда имеет 90 очков в прошлом сезоне, в сезоне 18-19, набирает 90 очков, потом в среднем забивая за один матч 9 мячей и пропуская в среднем меньше одного. Ну, да, 263 забили, 29 пропустили, ну, как мы с тобой знаем, мы общались с представителем Южной Лиги, да, о том, что есть Тройка и все остальные, то есть, условно говоря, перевести там к нам же на Юго-Запад ситуация будет, наверное, убить. Явный фаворит группы, понятен. Да, явный фаворит группы Тройка. На втором месте, исходя из рейтинга, это представитель Северного ЛФЛ, Динамо, 11-е место в общем рейтинге. Это получается у нас вторая команда по рейтингу в этой группе. Динамо в том сезоне выступило в той лиге, в которой они выступают, довольно-таки прилично, заняли четвертое место. Северная лига, напомним. Северная лига. Плюс три звездочки играли с Динамо в группе в прошлом сезоне в Кубке ЛФЛ и два сокрушительных поражения. Ну, да, опять же, повторение. Сейчас посмотрим какие выводы. Какие выводы. И помним, что Артем Цирин был у нас в передаче, вспоминал эти игры с Динамо, жаловался чуть-чуть на поле Северной лиги. Посмотрим, какие выводы. Вообще, я, конечно, под лигу чемпионов от звездочек жду трансфера на вход. Ну, ожидать стоит, но Артем уже говорил нам с тобой в том году о том, что, в принципе, сильно каких-то кардинальных изменений не будет и не планируется. Ну, все равно, мне кажется, учитывая, что уже известна группа, чуть-чуть возможно. Артему виднее, советовать мы ему ни в коем случае не можем. Ну, и третий соперник нашего чемпиона, команда Бобар, северо-запада, 21 место. По Москве. По Москве, да. В общем, первое место она выигрывает на северо-западе и тоже там какие-то фантастические показатели. Там фантастические цифры, такие же, как у тройки. Там, по-моему, только одна ничья, одно поражение. 85 очков после 30 игр набирает команда полной гегемонии на северо-западе у команды Бобар. Отметим, что там играет Виктор Зимченков, человек известный по выступлениям в российской премьер-лиге за Химки, за Ахмат, тогда Терек назывался. С Виктором мы уже познакомились. Он и против сборной нашей игрок. Против сборной, да. Поэтому Андрианов уже знает, как против него играть. Я думаю, разберутся. опыт выступления против игроков Бобра, Бобра, пока сейчас не уверен, как правильно их называть. Уже есть. Мне кажется, ни один Виктор участвовал за сборную северо-запад в игре. Да. То есть, сам против его-запад. Мне кажется, что в этой ситуации для Звездочек будет и хорошим результатом. Это не последнее место в группе. И выход в кубок ЛФЛ в весеннюю часть. Конечно, за первые два места будет тяжело побороться. Но, надеемся, первая игра домашняя с тройкой. Сразу же экзамен на прочность. Ну, в принципе, знаешь, как показывает практика из истории европейского футбола, даже несмотря на сокрушительное поражение в первом матче, на групповом этапе иногда команды дают очень интересные ответные игры. Посмотрим, может быть, с тройкой. Понятно, что в первой игре они никогда друг с другом не играли. Плюс Гегемон, плюс ко всему обладатель. титулов в ЛФЛ, какие только не выиграли. Но опыт первого матча вполне возможно сыграет в плюс на всю вот эту серию. На весь вот этот сериал под названием групповой этап. Да, бояться никого не надо. Надо играть свой футбол, который у звездочек есть, хорошим составом приезжать на матч. И мы будем болеть, поддерживать всячески команду Артема Цирина. нам и Лиге нужны очки, и именно персонально команде хочется пожелать удачи. Конечно. Давай поговорим о Кубке ЛФЛ. Две команды у нас, как я уже говорил, это любители и чемпионат. В группу А у нас попадают любители, попадают они к беде. Трансгаранту и Феникс 9, если беда это известная северная команда. Феникс 9 команда известна в западной лиге. Команда в прошлом году заняла второе место в первой лиге запада, вышла в премьер-лигу и в Кубке ЛФЛ играет за счет того, что выиграла, победила в лиге Москвы. Да, но опять же не будем забывать. Лигу Москвы выиграл Портер у нас. Да. Да. Она играет в Феникс 9. Феникс 9 в полуфинале. Феникс 9 в том году играл у нас с Зарядом в одной группе, между прочим. И Заряд в первом матче выиграл. В ответной встрече проиграл. Феникс 9 у нас в полуфинале проиграл, да, получается. Видимо, да, в команде из Зеленограда. Да. Ну, в общем, знакомая команда. Так или иначе, Феникс 9 играет в Кубке ЛФЛ. Да. Играет в Кубке ЛФЛ. И соперник, который известен нашей лиге, мне довелось поработать на том матче, когда как раз Заряд выиграл у Феникса. То есть, любители на данный момент, мне кажется, сильнее Феникса. Ради справедливости объявим рейтинги Феникс 9 в ненесейных командах, его рейтинга бы не увидели, объявим рейтинг и трансгаранты, любители и беды. Любители, ну, давай честно скажем, почему Феникса 9 нет, потому что есть топ-лист из 50 команд, да, рейтинг, которых известен. Феникс 9 туда не вошел на данный момент. По поводу любителей, любители занимают у нас 32 место в этом рейтинге, то есть тоже не бог весть какой высокий результат. Трансгарант 24 место в общем московских, в общем московского рейтинга и беда, но беда, понятно, 10 место, это уже неизвестная команда со своим именем, победитель неоднократный с его чемпионатом в прошлом, то есть команда тоже титульная такая, то есть будет очень интересно посмотреть и любители вот здесь, любители, кроме беды, на мой взгляд, не должны испытывать мега каких-то сложностей. Посмотрим, я верю любителей, я верю выход из группы. То есть группа, которая попалась любителям, вот мы еще не перешли с тобой группе, которая попалась в чемпионату, то есть в этой группе любителей, я прогнозирую, то что они выйдут. Будем надеяться на это, хотелось бы еще мы совершили наверное некую три звездочки объявим, какое место занимает вообще московский рейтинг, 26, 26, чтобы вы понимали, что наш чемпион только по всей Москве, 26 команда. Наш чемпион только растет. Только набирает обороты. Перейдем к группе Аш, Аэрофлот, ЦДН, чемпионат, экспоторг, сразу же бросается в глаза ЦДН, но ЦДН, это уже не та грозная команда, может быть она сейчас уже стала не менее, будет не менее грозной. Очень много знакомых лиц, Александр Юшин, Артемий Пономарев, Александр Сопронов, которые только-только два последних перешли из чемпионатов ЦДН. Ну и Динар Медов, новое пополнение ЦДН, тоже из чемпионата перешел. Тем более, три обладателя кубка последнего Юго-Западной лиги. Игра будет просто наинтереснейшее, принципиальнейшее. ЦДН у нас в рейтинге сейчас 12 место занимает, опять же, опять же, выше, чем наш чемпион. Наш чемпион. Ну, ЦДН, это больше былые заслуги, чемпионат у нас 34 место. А Аэрофлот, во-первых, скажем, какую лигу представляет Аэрофлот? Аэрофлот у нас с севера, занимает 31 место в общем московском рейтинге. Крепкий коллектив, крепкий коллектив. Помимо этого, можно сказать, что Аэрофлот еще женская команда, как выяснилось. То есть, ну, Аэрофлот тоже получается команда, которая недавно заявилась, ну, как относительно недавно, и команда, которая будет расти. То есть, даже вот, учесть там, любители, сколько у нас лет уже участвуют в западной лиге, 32 место в общем московском рейтинге, Аэрофлот, который, я думаю, там минимум в два раза меньше уступает в чемпионате севера, 31-й. Ну, там рейтинг лиги, набранные очки. Ну, это понятно, все равно. То есть, участие в еврокубках, там, и экспоторг мы с тобой еще не представили. Экспоторг у нас, слушай, ну, не место. А, 47-й. Экспоторг, 47-е место. Можно сказать, в конце, в конце, топ-50 команд, экспоторг у нас представляет юго-восточную лигу. Заметь, все три команды, и все три так попадают на нелюбимый Артему Цирину на северное поле. да. Будет интересно писать, как наша команда. Северная лига, конечно, популярна, известна своим вот этим большим полем, и даже западные топ-клубы с явно неохотой ездить на север, там специфический футбол, и, конечно, будем надеяться, что наши команды смогут показать хороший футбол, именно достигнуть результата, принести очки в лигу, принести себе очки в копилку. Знаешь, про перспективы чемпионата в группе я говорить не могу. Я не представляю, каким составом будет играть команда, а, может быть, будут какие-то усиления, будут, не будут там приезжать Савченко и компания, то есть, сейчас пока что вопросов, конечно же, больше, чем ответов. Прошлогодние лидеры будут играть против чемпионата. и сейчас там одно дело хэнговеру, там больше десяти мячей забивать в первой лиге, а другое дело играть на общемосковском уровне. Будем надеяться, что у Виктора Белова все получится хорошо, не хуже даже, чем в прошлом году. В прошлом году до последнего тура команда претендовала на выход из группы, но не вышло, к сожалению. Ну, посмотрим. что ж, друзья, это был первый выпуск нового сезона, посвятили мы его только высшей лиге, следующий выпуск планируется через две недели, там мы чуть-чуть обсудим Еврокубки, и полностью все остальное время этой передачи будет посвящено турниру первой дивизиона и турниру второго дивизиона, наверняка многих вопросов есть по регламенту, по тому, как будет идти второй этап во второй лиге, все мы это обсудим, все полностью расскажем, будет большая передача, я думаю, даже два часа мы на нее потратим, чтобы полностью осветить старт сезона, уже развитие сезона в первой и второй лиге. Там тоже есть о чем поговорить, там тоже много чего интересного произошло за летний период. Конечно. На этом на сегодня все, с вами был Михаил Першин и Антон Погодин. Спасибо, до свидания. До скорых встреч.